Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45-летнего возраста, продлен на 90 дней. Если ранее гражданину необходимо было сразу менять паспорт, так как документ автоматически становился недействительным, то теперь экстренно переоформлять его не нужно. По достижению возраста 14-45 лет госпошлина составляет 300 рублей. Если заявление подано через портал государственных услуг, госпошлина будет составлять 210 рублей. Что касается утраты паспорта, либо непригодности к использованию, то есть когда паспорт изрисован, порван, постиран, что-то с ним произошло, то государственная пошлина будет составлять 1500 рублей. Если заявление по непригодности к использованию будет подано через портал государственных услуг, то государственная пошлина будет составлять 1050 рублей. Утратил свою необходимость и стал необязательным и штамп о браке. Теперь владельцы документов самостоятельно решают, проставлять отметки или нет. К примеру, можно по желанию указать свой ИНН или сведения о группе крови, а вот штамп о регистрации по месту жительства остался обязательным для всех. То есть когда гражданин по достижению возраста, например, 45 лет, он пришел подавать заявление на замену паспорта, он в обязательном порядке пишет заявление, какие хотел бы отметки увидеть в своем паспорте. И что касается внесения в паспорт детей. Если ранее можно было прийти папе с двумя паспортами из сведения о рождении, и мы спокойно вносили, то теперь каждый родитель пишет свое заявление и согласие на внесение соответствующей отметки в паспорт. Подать заявление на замену паспорта удобнее через портал госуслуг. Однако процедура не полностью дистанционная. Без посещения подразделений МВД не обойтись. Рамилю Махмутову недавно исполнилось 45. С замены паспорта решил не затягивать. Подал заявление через госуслуги, оплатил госпошлину со скидкой и пришел за новым документом. Процедура оформления заняла всего 4 дня. Прислали опять уведомление о том, что в назначенное время прийти, подать документ и все остальное. Через 3 часа я получил новый паспорт. Достаточно быстро, достаточно легко при условии желания. Считаю, данное подразделение профессионально работает. Так держать. Несмотря на новые бонусы и временную отсрочку, заменить паспорт необходимо каждому. В противном случае придется выплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В будущем, говорят эксперты, бумажные документы должны полностью заменить на электронные. Паспорта сделают в форме электронной карточки, в которых будут содержаться данные с НИЛС, ИНН и банковских карт. Елена Чернявская, Константин Головин, Николай Епифанов. События.